Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Вертавия и хочу представить вашему вниманию очередное видео из серии разговоров о теории. И в данном ролике я хочу поговорить о центровке самолета, конкретно Airbus 320, что такое центровка, на что она влияет и как правильно выставить стабилизатор на взлет, чтобы самолет у нас взлетел без каких-то проблем с учетом отцентрованности самолета. Все это расскажу и покажу. В данном видео, как и всегда, мне помогали, ассистировали и отвечали на мои вопросы. Два моих больших друга это пилот Дмитрий, пилот Airbus реального самолета, работает в авиакомпании Уральской авиалинии и известен на нашем канале как пилотов Airbus. Вот наш зритель и большой-большой друг. И второй эксперт, который мне активно помог подготовить видео и чтобы не было никаких проблем, проверил, все ли правильно я буду рассказывать. Это Виктор Единович, ведущий инженер-авионик компании FL Technics по инженерной поддержке и обслуживанию самолетов. И работает он в Вильнюсе, в Литве. По совместительству Виктор является европейским сертифицированным инструктором по теоретической подготовке обслуживающего персонала и инженерного состава авиакомпаний. Такие вот эксперты помогают мне изучать теорию и доносить ее, друзья, до вас. И сегодня мы поговорим о центровке самолета. Но для начала, как положено любым техническим специалистам и людям, которые пытаются разобраться в технических вопросах, нужно поговорить о терминологии. Первый термин это точка центровки. Точка центровки это расположение центра массы самолета на его продольной оси. То есть есть ось, которая проходит через самолет от келя до носа. И точечка на этой оси, та, в которой расположен центр масс, является точкой центровки. Что говорить о самой центровке? Это положение центра массы, измеряемое в процентах от длины средней аэродинамической хорды крыла. Это такой вот прям термин. Не знаю, нужен вам или нет, но тем не менее, озвучить надо было. И у нас есть две центровки, которые мы будем активно использовать и обсуждать сегодня в ролике. Это центровка на взлет, тейков центров гравити. Это весь вес самолета в момент взлета топлива и так далее. Это значение будет меняться. В процессе полета топливо сгорает, его количество уменьшается в баках, и центровка может немножко уехать в другую сторону. Не сильно, но может переместиться. Поэтому у нас есть центровка на взлет, тейков центров гравити. И есть центровка самолета пустого, точнее полного, с пассажирами с загрузкой, но без топлива. Называется Zero Fuel Weight, Center of Gravity. Вообще есть такой самолетный вес, называется Zero Fuel Weight. Это вес самолета целиком, с багажом, с пассажирами, с экипажем, но без топлива. Zero Fuel, то есть нету топлива. И у этого значения есть своя центровка. То есть если весь самолет взять, слить с него топливо до нуля, то мы должны тоже знать его центровку. Эта цифра важна в самолете, она учитывается. Их главное не путать. Они отличаются. То есть самолет с топливом может иметь центровку, которая отличается от самолета без топлива. Это важно. И соответственно при изменении количества пассажиров или груза, и при уменьшении полетного веса самолета, в результате заправки и использования топлива, меняется положение центра массы. Оно двигается. То есть багаж можно положить в носовой части побольше, хвостовой поменьше. Либо наоборот нагрузить хвост. И вот эта вот центровка ползает туда-сюда. И в момент отрыва самолета нос может оказаться тяжелее, перевесить. И самолет будет опускать нос, пытаться опустить. Либо наоборот, если очень тяжелая хвостовая часть, то самолет будет пытаться опустить хвост, поднять нос, что тоже не очень хорошо. То есть будет как бы такой тангаж, влияние на тангаж в силу веса самолета в той или иной части его. Вот поэтому пилот настраивает положение стабилизатора. Стабилизатор это триммер руля высоты, который может немножко опускать нос самолета, либо поднимать. Соответственно, если у нас центровка смещена в носовую часть, самолет пытается нос опустить, то триммер мы настраиваем таким образом, чтобы самолет нос поднимал. То есть корректировал вот это положение. И наоборот. Если хвост тяжелый, самолет пытается поднять нос, то триммер ставится таким образом, чтобы скомпенсировать это движение и немножко нос опустить. То есть вот так оно работает. Мы, как пилоты, симмеры в симуляторе, мы должны знать центровку. И исходя из центровки, правильно выбрать положение триммера, руля высоты, положение стабилизатора, и накрутить его физически на триммере, и указать его в бортовом компьютере, чтобы бортовой компьютер тоже знал эту поправку. Об этом мы сегодня и поговорим. В принципе, как бы из теории все. Тут есть такой момент. Есть еще, но если вам интересно в части терминов, то есть центровка у самолета передняя и задняя, как я уже говорил, то есть смещенная вперед, либо назад. А есть предельные центровки. Есть предельная передняя центровка. И она грозит тем, что самолет начинает носом клевать и плохо поддается управлению. Возникают проблемы с общей топливной неэффективностью. То есть он пытается опустить нос. А есть предельная задняя центровка. Когда нос задирает, летит самолет нестабильно и нарушается его устойчивость в полете. То есть есть передняя и задняя центровка, а есть предельная. То есть уже значения неприятные, с которыми надо бороться, максимально компенсировать их триммером, ну и желательно загружать самолет таким образом, чтобы центровка не уезжала в носовую и в хвостовую часть. Пределы центровки прописаны в документах на самолет и, например, нельзя его грузить определенным образом. То есть есть загрузочный график, где высчитывается положение центра и есть границы. Если мы за них зашли, мы должны погрузить самолет иначе, чтобы центровка изменилась. И еще один такой интересный момент, тоже теоретический. У некоторых самолетов, существующих, по-моему, даже у Туполева 204-го, есть топливный бак в киле. И вес топлива в этом баке, в полете для балансировки, может меняться. То есть идет, топливо перекачивается в крыло, потом назад в киль, и, в общем, работает такая система автоматической продольной балансировки. Используется это топливо как балласт. То есть его можно перекачивать из крыла в хвост и обратно, меняя центровку самолета. Прямо вот в процессе полета. То есть мы центровку можем двигать вдоль самолета, перекачивая немножко топлива в хвостовой бак и обратно. То есть вот такой вот интересный момент. То есть в зависимости от этапа полета, от скорости, мы можем более эффективно менять центровку и перекачивать. Но далеко не все самолеты имеют хвостовой бак и не умеют такое делать. А давайте теперь перейдем от теории к практике. Мы сидим в Airbus 320, и для начала мы должны его загрузить. Мы идем в меню отцу, далее идем в меню аок, и здесь есть вкладочка, называется Performance, Weight and Balance, вес и балансировка. Заходим. Это загрузчик. Это не работа с MCD, это функция вот этой кнопочки MCD меню. Здесь мы указываем количество топлива. Я уже загрузил. 9,5 тонн топлива указал вручную. Нажал кнопочку Refill. Залить топливо. Далее листаем на страничку 2. Можно данные подгрузить из симбрифа. Это отдельная тема. И здесь я указал, что у нас загрузка в самолете 9 тонн. Это вес пассажиров. И карго у нас 3700 спереди и 5200 там, допустим, сзади. Указал. То есть есть у нас Зарафаэл Вейт. Есть какая-то загрузочка. И в сумме вес вес самолета без топлива у нас получился 50. Мы можем здесь загрузку менять. Например, поставить там 8500. И поменялся Зарафаэл Вейт. То есть это влияет. К этой сумме прибавляем топливо и получаем общий взлетный вес. Ну, давайте оставим 9 для ровного счета. То есть загрузка пилота у нас 9. Соответственно, Зарафаэл Вейт у нас 50 тонн. Здесь значение в тоннах. И это наш самолет без топлива. То, что я говорил, Зарафаэл Вейт. Рядом есть Зарафаэл Вейт Центров Гравити. 30. Центровка. У нас получается 30,0. Вот. И топливо у нас на предыдущей страничке это 9500. То есть формально наш полный вес самолета это 50 плюс 9500. 59,5. Мы здесь все заполнили и идем во вкладку Init. И во вкладке Init мы заполняем, допустим, какой-то полет. Мы летим из Сочи, в Санкт-Петербург, там что-то там. Листаем на следующую страничку и здесь подставляем наши данные. Нажимаем на Зарафаэл Вейт Зарафаэл Вейт Центров Гравити. Они подставляются автоматически. Единственное, что у нас было 50 ровно, а центровка у нас была 30. Топливо на борту 9,5. Вот. И, собственно, далее я рекомендую зайти в страничку, которая называется Fuel Prediction расчет топлива. И здесь мы видим полные наши значения. Зарафаэл Вейт у нас вес самолета без топлива 50 тонн, центровка 30,0, топливо на борту 9,5 и вот у нас полный вес Gross Weight это 59,5. То есть топливо плюс вес самолета без топлива 59500 килограмм и центровка в данном случае 29,4. То есть за счет топлива, если топливо слить, центровка будет 30, с топливом 29,4. Вот эта центровка нам очень и очень нужна. 29,4. Далее мы делаем следующее. Мы открываем чек-лист на самолет Airbus. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Такой вот чек-лист. И в чек-листе, в правильном, в самом конце внизу есть вот такое значение. Здесь центровка Takeoff Center of Gravity, вверху идут циферки, а внизу положение трибера. Причем у него есть нулевое положение. Дальше идет Up и Down. То есть нос вверх, нос вниз. То есть мы смотрим, в какую сторону. В отрицательную, либо в положительную пойдет. Проверяем нашу центровку. Центровка у нас 29,4. Смотрим. 28, здесь уже 30. Половинка 29, и еще половинка 4. То есть где-то вот здесь. И смотрим по нижней шкале. 0, 0,2 где-то. И нос вниз. То есть вниз 0,2. Смотрим по вот этой шкале. А аналогично можно посмотреть на самом колесе триммера. У нас есть колесо триммера. Вот оно. На нем точно такая же шкала нанесена. То есть проверяем. У нас центровка 29,4. Вот 20. Вот 25. 29. Ну и там копеечки. Соответственно, идем вниз. Down. И получается где-то, ну вот, вот по вот этой стрелочке. Мы ищем. Вот оно положение. Где-то 29,4. Это где-то вот здесь. И это даже больше. Это где-то down. Ну вот это 0,5. Ну 0,4. Соответственно, мы пишем нашу центровку. Следующим образом. Во вкладке performance мы пишем, что мы будем взлетать за закрытых, например, вторых, двойка. Далее ставим slash. Потому что здесь требуется slash. И дальше указываем стабилизатор. Мы пишем down. Вниз. 0,4. Проверяем еще раз. Вот наша стрелочка. Центровка 29. То есть где-то вот тут вот. Вот так вот. И это где-то даже 0,5. Ну 0,4, да. Вниз на 0,4. Соответственно, выставляем. Закрылки вторые. Down 0,4. Подставили. Все готово. Дальше считаем скорости и температуру flex. Допустим, мы посчитали температуру flex 55. Скорости самолет считает автоматически. Мы нажимаем, и они проставляются. Для вторых закрылок. Обратите внимание, что если закрылки поставить первые, поставим первые, slash down 0,4. Это положение нашего триммера. то на первых закрылках скорости будут больше. Видите, пишут, что проверить данные на взлет, потому что скорости изменились. Уже будет 126, 127 и 131. То есть на первых закрылках скорости выше. Ну и вот такие вот нюансы. Что касается центровки, мы разобрались. То есть можно посмотреть во вкладке fail prediction, увидеть нашу центровку. Причем не за рафаэл видит центр авгравити, а гросс видит центр авгравити 29,4. Далее перейти на вкладку performance и вбить сюда такое значение стабилизаторного взлет, которое совпадает с нашим значением центровки. Слева центровка. Вот она. Центр авгравити 30, 24. И здесь получается 29,4. Ну 29. И здесь получается 0,4. Точно это положение не выставить. Но, кстати говоря, точное значение можно взять следующим образом. Можно на панели которая управляет информацией на нижнем дисплее выбрать режим flight control и вот он нам показывает положение триммера 0,5 down. То есть даже мы немножко ошиблись. То есть мы здесь выставляем треугольничек напротив центровки. Ну 29. И смотрим на вот это значение. Он нам показывает 0,5. Мы когда колесо крутим значение меняется. Видите там уже 1,2 down и так далее. То есть проверили. Еще раз вот здесь выставили 29,4. То есть почти 30. Вот оно. И соответственно у нас даже 0,6. 0,6 down. То есть хотим поправить. Пишем то же самое. Единичка slash down 0,6. И подставляем. Наши значения изменились. Могут скорости измениться. На всех случаев проверяем. Ну от центровки скорости не зависят. На всех случаев вбиваем. Вот таким образом мы зная центровку выбираем положение стабилизатора на взлет и настраиваем самолет на эффективный взлет. Чтобы не было никаких поднятий и опусканий носа не запланированных. Стабилизатор должен стоять правильно и выставляется вам исключительно по центровке. Летайте на здоровье. Летайте безопасно. Приходите на наш канал Вертавия по средам и субботам на стримы. Буду рад вас всех видеть. Не болейте. Берегите себя. Всем пока, друзья. До новых встреч. Пока-пока.